Унылые будни, скучная работа, повторяющиеся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаёте в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! Ап. Икс. Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда, легко. Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. У вас в прорубь ныряет сегодня, да? Что-то православное? Да, да. Сегодня обрешение. А? Крещение. Это такое благословное... А почему зимой? Какая зима была в Иерусалиме? Ну, как? Нет, все в том, что когда в Иордане крестили, то есть прорубь и купаются, потому что это... Символическое крещение. Символическое крещение, да. Ну, как бы, а куда ты поедешь тут? Вот так и делай. Не подпортила. Не подпортила, это точно. Клоун. А, безобидно. Это когда ты думаешь... Клоун. А в данном случае человек не клоун, а пидорат. Блядь, чувак, с чего это пошло, что... Я не ем мясо. Чуть ебанутая. Дима. Мне что отпишут? Поешь мясо, стейк там, другая. Я твою мать. Я ем мясо, я пожалую мясо. Я никогда не откажусь от мяса. Знаете, знаете, как будет на индейском, не индейском, а индейском языке? Что означает веган на индейском языке? Кто знает? Интересный вопрос. Давайте подумаем вместе. Что на индейском языке означает веган? Не индейском, а индейском. Америка. Кто знает? Никто не знает. Веган на индейском языке переводится как хуёвый охотник. Веган на индейском языке переводится как хуёвый охотник. Воздух свободы звучит для меня впервые. Обычно, когда я что-то забываю, и я это вижу и не слышу, я тут же вспоминаю. Но вот Адлян, что-то не звенит у меня в голове. Спасибо, Бит. Чего? О, Бита, привет! На венгерском фозе означает хуй. Рапид фоз. Это минутка языкового. Что не надо? Что? Размахи. Что вон из кухни? Сейчас же. Вон. Мои дед. Конечно, блядь, загнивающий запах. Запад, блядь. Эти березка обнимит лобоев. Запад, блядь. Эти березка обнимит лобоев. Рапид лобоев. Сам сан has за marinеля и старварей siglo. Тут нужно bil replиковать лобоев, views на чеснойagner. Окей. £ transiting магазин. И,äуле. Ура. Ура. Оу. Лучше, а он Берлина? Да, смотря, что тебя интересует. Вообще, Шарлотенбург, Груневальд. Фрэнсерлберг есть хорошие места. Ванзе мне нравится. Ванзе я пошел. Слышишь, я очень скучаю поеду. Поеду? Да. Но я признаюсь, что я могу делать это через 3 месяца. 3 месяца. Ты представляешь, что такое 3 месяца? Мне 54 года. Для меня время быстрее идти. Похуй. Вот я смотрю, что такое у меня есть. Как я сейчас сюда. Что, похуй. Не слушайте этих пробоевых лиц, бля. Ты съел почти все. Я тебе оставлю. Хочешь, извините, посмотри, вот эти 3 больших кусочков я расскажу тебе. Но это не половинка. Но это не половинка. Нет, конечно. Дима, почему ты все съел? Я по весу распределяю. Вот из нас, из нашего общего веса, 2 трети веса составляю я. Поэтому, когда я что-то разделываю, ты получаешь только 3. Это мой любимый овощ. Да. Я думаю, это я твой любимый овощ. Разве нет? Я даже не знаю, что тебе на это ответить. Это так же стопа. Это очень ужасно поступило. Ты понимаешь это? Ты съел мой любимый самый на свете овощ. Хочешь, я тебя мешок принесу сейчас чуть-чуть? Это не то же самое. То же самое? Да. Так. Катя, лишнюю ножку надо. Аня, все разлила. Ну, конечно. Хорошо, что не ударилась, скажи. Угу. Хорошо, что не ударилась. Потому что это смогло постоянно. Так. Бомберы спрашивают. Ты их не заливаешь, а? Угу. Угу. Угу, да. Появится в магазин. Все время с тобой планирует. У меня работает. Угу. 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 Это не просто булавка, блядь. Это с золотом. Вот. Булавку ты можешь себе поверить. Ох. Обычно. Угу. Собака гнут. Пизду из кухни. Собака гнут. Когда тебе говорят сидеть на месте, и ты почему приходишь на кухню? У тебя есть свое место. Ты отжал мое любимое место. Какого хрена ты приходишь на кухню? Почему ты на место сидеть на жопе своей? Ты почему не слушаешься? Почему? Как это происходит? Объясни мне. Объясни мне. Сидеть. Иди на место. На место пиздой. Сидеть на жопе. Почему ты не слушаешься? М? Собака гнут. Объяснись. Какого хуя? Могу когда сказать, что он получил еще? Он даже не было. Он вообще. Ему уже почти год. Год собаке это 7 лет. Ты знаешь, что он родился в Маке? Да. Мне почти 25 лет. Угу. Серьезно? Мне почти 25 лет. Надо уже. Какой-как. Вотrendии деньги разъезда. 더 тур. Мамы й, ты неог. Ну, еще мои. У Dunham. Ужхлышь, потому что у тебя нет. Ужхлышьavedо. Ужхлышь. Молодец, вот умничка, видели, видели все. А, на место, пиздой. Сидеть. Сидеть на жопе, я сказал. Я что сказал, на жопе сидеть? Что сказать, на жопе сидеть? Ты такой красавчик, мой маленький. Моя собачка самолучая носит, да? Голос. 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 Хочешь пожирать? Голос. Голос. Громче. Голос. Еще громче. Голос. Молодец. А у меня ничего нет. Наебал, наебал, наебал. Ну, прости, ну прости. Собака гнут. На место тебе нельзя на кухню. Пизду на место. На место, сказал я. Нормально, как ты? Сидеть. На место. Да, мы садимся кушать. Ничего, мы же кушаем. А, слушай, ты же в Москве, шабал. Какая у нас мягкая шабалка. Ну, да, я отдыхаю только. Да, мы хотели, вообще-то, мы вообще-то хотели выпустить отдельную серию Голос Берлин. Так и хотели сделать ее, типа, капсульной отдельной. Куда? Ну, ты страдаешь по работе, ты такой хороший. Давай мы покушаем, я тебе перезвоню, ладно, солнышко? Ну, ты мне позвонит, ты что знаешь? Выклик, ты можешь мне разговаривать, я пока ем. Мне больше достанется. Он говорит, что ему больше еды достанется, и мы можем пока поболтать. Но, вообще-то, это неправда, я вообще-то очень голодный. Угу. Обседай, делай. Мне нравится эта курочка. Да? Петушок. Это кускус. Да, что ты говоришь? Да. Правда? Да, познакомься. Я думал, булгур. Он больше. Да? Отлично. То есть, по сути, кускус это раздолбленный булгур? Булгур, да. Охуеть, ну. А все это раздолбленная пшеница. Угу. Вообще, по идее, кускус не очень диетическая еда. Нет. Кускус, короче, не очень диетическая еда. Потому что у него высокий глиотемический индекс. Потому что у него высокий, хуйная, какой это там индекс. Ну, вот. Проги. Деоретически, мы же едим это с кучей овощей, ребят. А почему мне нельзя есть, например, шоколад с овощами? Не попробуй. Можно попробуй. Нет. Ты хочешь шоколад? Алис, ну как я вижу. А я с поддами хочу. Кофе. И какой-нибудь, наверное. Собака, кнут, идет на место. Молодец. Он такой послушный мальчик. А? Он такой послушный, но очевидно же, что это все дырнал. Даже регион в Свейцарии мы не проезжали от Маняха. Не Джек Рассел, Парсен Рассел. О, мы сегодня обсуждали. А, нет. Мы сегодня не обсуждали. Джек Рассел, Парсен Рассел. Разница в длине ног. Это как разница между мной и другими рэперами. В длине. Да, Димка все время ест. Да? Да. Кушает хорошо. Мозг надо подпитывать. Таран и шоколад. Опять про булавки. Для всех это наушники. Бля, ну прикинь, для кого-то в Москве булавка это ну окей булавка. Для кого-то, сука, в Тюмени. Ебан, булавка у них. Люди же из разных концов. Чай я охуенно. Чай я не была. Поем в Прагу или поем в Дрезден. Куда ты хочешь. Это одно, ну типа, по отеляничности, архитектуры и так далее, и так далее. Это прям сопоставимо. В Прагу ехать отсюда 4 часа, в Дрезден 2. Тогда в Дрезден на день, типа с утра выехать и вечером вернуться к школе. Окей, давай тогда поем в Дрезден так, а потом на этот план. Общаться с бывшим? Если ты видишь это человека как бывшего, то это, блин. Это как ваша кошка умерла, но знаете, заберите ее обратно. Можете оставить для себя. Соль, наверное, щеки. Кто-то пишет, зато есть не просит кошка. Что? Мертвая кошка есть, зато не просит. Да. А кулак мозги не бьет. Ха-ха-ха, красавчик. Прям был же кусок сыра, куда он делся? Ох, мать. Ты вчера его съел. Не съел я маленькую кусочную ставалку. Не, я его не трогал. А значит, кнут залез ночью в холодильник. Сейчас я из него сделаю. Прочь из кухни. Я сказал. Гоша перебел. Я поем, прочитаю, что я там не писал. Я еще не видел. Кнута мы кормим первым. Бля, я бы с кнутом жизнью точно поменялся. Я в какой-то момент перестал слушать рэп. Потому что Вот мне легче в русском рэпе найти что-то, что мне не стыдно слушать. Но в немецком-американском сложновато, потому что это кухню несут. Рэперы для меня это какие-то закомплексованные музыки, которые никак не могут подрослеть, что ли. То есть ты как творческая личность все равно никогда не повзрослеешь полностью. Это зависит от творческой личности. А рэперы для меня это долбоебов. Это кто-то взломал не знаю, сломал забор и таким образом впустил долбоебов в творческий процесс. За которыми нет творчества. Ну смотрите. Вот я сейчас даже не буду русских рэперов хейтить. Они долбоебы, это как бы ни для кого не секрет. Давайте поговорим про европейских. Это чаще всего арабы, турки. Они старше, чем я. И они выебываются перед 16-летними детьми. поступишь хуйнёю. Типа как они наркотики продают, которые они не продают. Наркотики принимают, которые они не принимают. Какие-нибудь гангстеры. Хотя они не хуйни гангстеры. И вот это всё. Они типа зарабатывают деньги на том, что они заставляют не образовавшийся, не сформировавшийся характер и ум 15-16-летнего долбоеба ими восхищаться и хавать эту хуйню. Вот. А если тебе самому уже за 30, ты понимаешь, что это туфта. Вот как бы если... Ну представляете, подъезжает. Вот просто представьте себе. Средняя школа. Пауза. Перемены. У вас на русском там называется. Вы все выходите типа во двор у школы там, ну, поесть, что угодно. Вот перемены. Вы выбежали на школьный двор. И перед этим школьным двором останавливается тачка, блядь, какая-нибудь там, не там, Мерседес. Оттуда выходит какой-нибудь, блядь, 35-40-летний олень. Вот. И начинает рисоваться перед вами. Перед вашими девчонками, там, 16-летними и так далее. Вот. Рисоваться чем угодно. Вот он встал просто, там включил музон, все, открыл дверь, там, блядь, у него цепочка. Тут он стоит, перед вами рисуется. Но он же долбоем. А рэпер же делает то же самое. В России то же самое. Посмотрите, вот все мое поколение, люди, которые обсуждаются сегодня. Вот 10 лет назад уже было стыдно быть такими, какими мы были. А сегодня они на 10 лет старше. Посмотрите на... Просто посмотрите на моих ровесников, чем они живут. Что они о себе говорят, о чем они спорят, за что они кого-то друг друга не любят. Просто посмотрите, чем они живут. И забудьте на секунду, что они рэперы, и просто вспомните о том, что это взрослые мужики, блядь, которые выебываются перед вами. Это же пиздец. И поэтому я в какой-то момент просто не перестал слушать рэп. Повезло альтернативный рэп. Вот все говорят, я типа переобулся, почему я сегодня могу слушать нойзи сосаи, а не могу слушать то, что я слушал типа раньше. Ну, потому что... Они более тружные, сука, чем все вот эти, блядь, ваши сучьи, свыше кумиры. Гангстеры, которые не гангстеры, блядь, которые наркотики принимают, которые они нихуя не принимают. Там и так далее. Понимаешь, что это интертейнинг, что это шоу, нельзя придираться к тому, что это все типа наиграно. Да, конечно, если это наиграно. Я бить бэби-тейпу ни хуя не придираюсь. Я считаю, что охуенно. Но когда кто-то пытается делать это на серьезных чах, просите, пожалуйста. Не надо потом, когда, блядь, становится очевидно, что вы пиздоболы, говорить, а это же просто шоу, чего придирайся. Жанр говно. Рэп говно просто. Рэп это кал. Это позорная хуйня взрослых, блядь, долбоебов, которых уебываются перед сопляками и зарабатывают на этом боку. Это постыдная хуйта. А когда появился альтернативный рэп, когда подтащили в панк, в инди-ро, в пост-ро, и так далее, я вот на эту волну подсел в Германию. Когда появилась альтернативная волна. Но я не мог это делать, потому что я был слишком тут для этого. Поэтому вот пытался вникнуть. Пытались, типа. Знаете, ты осознаешь, что ты в голове? Действительно осознаешь. Пытаешься это осознанное тобой воплотить в жизнь. Ты пытаешься так жить. То есть, жизнь меняется. Вот, несколько лет назад, помните, как я жил? Сейчас у меня жена пиздюк, квартира, мы путешествуем, я зарабатываю бабки, все заебись. Это не связано с тем, что я какой-то там охуенный. Это связано с элементарной вещью. Понимаешь, какие-то вещи, понимаешь, что они важны, ты их меняешь в своей жизни. Вот, и твоя жизнь меняется. Все зависит от тебя. Поэтому все эти долбоебы сегодня, которые на говно исходят, их жизнь хуевая, потому что они долбоебы. Они живут неправильно. Не у каждого свое правильное. Хуй вам в рот. Не у каждого свое правильное. Есть только правильное, есть логика. И она общее понятие. И ты не можешь, сука, ее подстраивать под себя. И тот, кто это делает, это как раз таки, блядь, ублюдок и пидорас. Понимаешь? Когда люди начинают крутить и вертеть. Есть просто общая управляемая логика понятие правильное и неправильное. Не надо мне правду. У каждого свое правильное. Тот, кто уже пытается что-то вывернуть, перевернуть, уже априори пиздит. Правильно и правда. Она всегда простая. Она очевидно и простая. Продолжение следует... Продолжение следует... Я смотрю коллекцию Ведмо. Вчера был показ мышцовой коллекции. Смотри, видишь, вот это вот, из коллекции Ведмо, вот этот вот, видишь, мальчик? Да. В маске. Это пимп. Кто это? Это легендарная личность в жанре. Они связали с него весь образ. Посмотри. Я тебе потом покажу, да, охуяешь. Да я тебе говорю, что все все слизаны. Я увидела толстовку, на которой, короче, принт вверх ногами. И подумала, надо было тебе вчера оставить. Тебе я брайбазную это так задумал, да? Ну да. Почему? А мы будем по-моему, сколько. Это было вкусно? Тебе понравилось? Это было красиво и вкусно. Красиво? Твоя стрипня это восхитительное искусство. Красиво. Надо придумать какой-нибудь ужин и позвать ребят к нам поужинать. Что-нибудь приготовить особенное. Нет, если ты что-то особенное приготовишь, я точно никого не приглашу. Что делиться надо с кем? Хуя. Нет. Но я приготовлю по много раз больше. Да? Да. Чтобы тебя точно досталось У тебя нету такой бульки, чтобы ты могла решить такой вопрос. Ты что, бедро туда поставишь? Где будешь готовить? Мне писали люди сколько тебя вмещается. Братан, смотри, смотри. Да, хуй, я всегда вмещается. Да, хуй, еще в это брюхо. Да? Димка, я все в сексе. Можно я хуй покажу? Можно, конечно, показывай. Я влетел кто-то. Фу боже, Это правда. Кстати, надо ему набрать и сказать, что не надо с ним. Мне кажется, он уже помнит. Да? Ну, надо его позвать. Может, он сам подзвам по ней. Ну, Дело в том, что я не буду никого ждать. Мы сейчас поедим. Соберемся и поедем. Как же мои ботинки морковые. Ну, мы все равно поедем на Шарлотнбург. На Станцию. Мы зайдем в Тики Мекс, а потом поедем. Да-да. Я еще хотел кожаное пальто. Можно вечером обраться? А, нет, мы вернем в нашу лодку, да? В нашу лодку. Это было вчера кожаное пальто посмотреть. В нашем магазе любимое. Пу-пум. Спрашивай, может ли быть рэп-идея в мартан? Кнутик полежал. А ты знаешь, что тут Кнутик есть? Какая революция не в том десятилетии. Кнутик, а какого хрена ты и так подклался мне? Это мой мальчик, он ударился в стол аж когда прыгал. давай тебе дам вкусную штучку. Не надо его со стола кормить. Не корми его со стола. Не корми его со стола. Не приучу. нет. Нет. Ну ладно. Ладно. Все, все, все. Нет, нет, нет. Моя собака нет. Ну смотри. Ну ладно тебе. Он здесь не за тебя, он здесь за того, что на столе. На, иди сюда. Знаешь, мужчина с женщинами тоже не за нее, из-за секса. Пошел вон. Пошел вон из кухни. Не раз, что у меня тут стоял каждый раз попрошай. на место. Ну это моя собачка. Вон иди тогда туда с ней играйся. Ну я тогда от тебя уйду. Выбирай, я ухожу или собачка. Это ты выбирай, я или собачка. Ты женщина, бля. Вот логика, я сейчас охуел. Это прям метафора всей жизни существования женской сущности. Выбирай, это я тут выбирай. Подожди, давай тебя поймаем на это, как будто я всех женщин мира поймал на я сейчас не объяснишь. Давай, Вот я тебе сейчас объясню, ты мне говоришь. Хочешь быть собачкой, уходи. Собачка. Но если я уйду к собачке, я же не буду с тобой. Да, и ты выбирай, я должен выбирать. Между мной и собачкой, или ты должна выбирать, а сами за ты со мной или собачкой. Нет, ты должен выбрать я с собачкой. А я за тебя должен решить, да? Ну если тебе хочется, чтобы я была суп рядом, собачка. Как ты совсем ты выворачиваешь. Так так и есть. Это все очень просто. Я заметил, что просто все. выбирай, выбирай. Ну тихо. Он такой красивый, скажи. На место. Красивый. Давай взять красивый ножом и зря. Охотник. Ой, я хотела видос выставить там Йонс Палка. Хочешь, я тебе покажу? Давай. Ты мне скажешь Ох, я дядь Заш пришел, смотри. Санька, привет. Сколько вам лет? Дядь Заш, сколько вам лет, блядь? Вот, посмотри, пожалуйста, вот это. А, нет, сейчас я сначала включу, что-то звук был. Прости, пожалуйста. Вот. Причем ты не видел, смотри. там же должен тогда быть видос где я ушел да да и в конце есть смотри вот такой видос иди на место свое бля видишь как его воспитал теперь я ему запрещал он подлизывается к тебе хуй тебе а ты что дома ты скажи мне что там ты куда ты переезжаешь в итоге дать что ты нам не звонишь не пишешь все трепидосово исполнить можно знаешь что я хотела тебя спросить робот это самое но я не нашел очевидность под него посмотрим дело просто в том что я мало какому зла раньше слушал поэтому типа мне казалось что из позиции робота охуенно юра мне показал несколько треков саша пишет что он пока тут конечно богатут я чуть ли не зашкваркинг тащил берлин в прошлый раз когда он сюда переезжал да да вот 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 обязательно вот вот сейчас вот и обязательно обязательно пока прям вот прям полный пиздец не прошел он такой его заебешься подымать за займется да он скорее будет наблюдать за тем как все рушится вот когда все нахуй упадет вот только тогда он а ну да но теперь придется можно бить хуй да и саш слушай мне кажется что ты должен делать